Нижнекамск 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 Стоит проблема Что у более 8 тысяч населения Нижнекамского муниципального района У граждан на руках еще полисы старого образца И как правило они также не прикреплены к медицинской организации Выявляются они на сегодняшний день очень пассивно Мы их ищем по телефонам По обходу по квартирам СМС оповещения То есть персональные письма и так далее И хотелось бы конечно обратиться к гражданам У тех у кого на сегодняшний день полисы старого образца на руках И они подлежат срочной замене Их нужно поменять А также у кого временно свидетельство и полисы Еще они не прикрепились к поликлинике Это сделать нужно в кратчайшие сроки Подойти в регистратуру с полисом, с НИЛС и паспортом Влад Гамач, ну к вам такой же вопрос Что значит для медучреждения, если пациенты не прикреплены? Во-первых, значит, когда планируется на следующий год Объем программы государственных гарантий Она спускается на определенное количество населения Которые прикреплены за этой больницей И естественно и средства спускаемые на данную работу Объемы, скажем, хирургической помощи Терапевтической помощи Обследования Средства финансовые Это все планируется на вот такое количество населения Которое к нам прикреплено Значит, если население не прикрепляется Значит, часть населения, которое прикреплена Тоже будет иметь меньше возможностей Получить квалифицированную, своевременную По всему объему медицинскую помощь И сам человек, который не прикреплен Ну естественно, мы его примем в неотложных состояниях Окажем ему помощь Но он не сможет в полном объеме получить то, что он должен получить И медосмотры, и диспансеризации, и обследования И больничные И другие, любые, значит, услуги медицинские Он не имеет права получать Потому что он не прикреплен Он не числится у нас практически Поэтому для того, чтобы само население нашего города не страдало Мы бы хотели бы тоже, как и страховая медицина Чтобы они прикрепились Чтобы они приняли все, что положено по закону Чтобы они имели своего участкового врача Чтобы они знали, когда прийти на диспансеризацию На вакцинацию На медицинские осмотры На диспансеризацию Все эти моменты, конечно, в итоге Оказываются на общем здоровье населения И в общем На показателе нашего района Ну, я так понимаю Этот показатель также связан и с диспансеризацией То есть в этих 14 тысяч пациентов Как раз-таки есть и часть Какая-то часть Пусть даже третья Или пятая Это те пациенты, которые должны прийти на диспансеризацию Из года в год К сожалению, мы испытываем большие трудности Для того, чтобы в полном объеме пройти диспансеризацию В объеме, который, значит, спущен на наш район По количеству населения Они не проходят диспансеризацию И, естественно, мы не выявляем на ранних этапах Любые заболевания И мы не можем взять их на ранних этапах На учет, на диспансеризацию В своевременных вызвать По ходу, скажем, по году Где-то два, где-то три раза Где-то раз в год Есть болезни, по которым мы их вызываем Обычно к себе И делаем вес, объем Обследование, что положено Естественно, и больной страдает И мы не можем оказать ему Калифицированную помощь в полном объеме Также и у нас медицинские осмотры С большим трудом мы медицинские осмотры тоже На полном объеме проходим И промышленные предприятия Другие предприятия, которые Обязаны оказать медицинскую помощь Где-то, видимо, они оказывают Но не через государственные учреждения И вес, объем выявленных Скажем, заболеваний, диагнозов Вес, объем Который должен получить участковый врач Он не получает И, естественно, он не берет На диспансерный учет Профилактику не проводит И в итоге, в конце концов Получаем мы тяжелого Запущенного больного Который вообще не наблюдался В течение какого-то времени в больнице Вот это проблема серьезная Ну да, и потом этот же пациент Может как раз-таки позвонить Страховой компании И сказать, что его совершенно не лечат Правильно? Такие случаи ведь тоже бывают, да, Светлана Сергеевна? Ну, а вы какую работу Ваша страховая компания проделывает Чтобы привлекать все население К вакцинации, диспансеризации К периодическим осмотрам К посещениям терапевта? С 2017 года Мы, страховая компания Акбарсмет Проводим огромную масштабную Компанию по привлечению Населения прохождения диспансеризации Это также обзвон застрахованных СМС-оповещения Персональные открытки и так далее НЦРМБ, Нижнекамская центральная районная больница Проводит акции диспансеризации в один день Мы стараемся данные акции поддерживать И подключать все ресурсы То есть мы подключаем контакт-центр Работаем на Нижнекамский муниципальный район И привлекаем именно население В этот день на диспансеризацию Ну то есть правильно я понимаю На сегодняшний день Вы тесно сотрудничаете Две организации тесно сотрудничают Во благо пациентов Правильно я резюмировала? Наверняка так и есть Особенно последние два года Мы очень плотно занимаемся И составляем вместе программы Совершения у нас проходят Определенную работу Друг другу показываем Каким образом мы будем дальше двигаться Но к сожалению до сих пор Остается у населения такое понимание Как будто бы кто-то Скажем из нас Интересы пациента Скажем Соблюдает Или там Хочет помочь А другому как будто не хочет помочь Нет, мы две организации На которых возложена Серьезнейшая обязанность Одна обязанность Оказать Чтобы человек получил Квалифицированную Своевременную медицинскую помощь В определенном учреждении И в определенном районе Да, вот к примеру У нас с 2018 года Мы начали работу Страхового представителя Нижнекамской центральной районной больницы То есть специалист по защите Прав застрахованных Находится в лечебном учреждении В поликлинике номер 2 Конкретно Если конкретизировать И пациент может Если у него возникли какие-то проблемы Обратиться к страховому представителю И, да, кстати Расскажите, пожалуйста Светлана Сергеевна Алгоритм Вот пациента Братился к страховому представителю Вот молодая красивая девушка Страховой представитель Акбар Смеда Приняла Выслушала Что дальнейшее Да, и вот Как показывает практика Данная работа Очень эффективна Назначены ответственные От лечебного учреждения Которые передаются Вся информация Жалобы Вопросы И они совместно Их решаются И пользуясь случаем Хотелось бы поблагодарить Хабиблоу Богомаевичу За оперативное И положительное решение По отношению пациентов То есть Эта работа налажена Я могу это сказать Что У нас сейчас Все вопросы решаются В стенах Лечебных учреждений И выходя за них Ну, пожмите друг друга Да Ну, в принципе Так же Поэтому и шли В принципе Чтобы Все оставалось То есть Здесь Заинтересованы В том, что Действительно Больной Не через Там Определенные круги Получил Медицинскую помощь А именно На месяц Сразу Его вопрос Мы можем сразу На месяц решить Чтобы не ждать Там письменных ответов Черт из каких Наших инстанций Мы решили Что он может И обязан Получить здесь Сразу Все, что ему необходимо И мы можем Это сделать Мы для этого Создали Значит Ну, скажем Колл-центр Который не везде есть Мы сейчас Расширяем Ее возможности Колл-центра Записи По колл-центру По электронной записи Значит Реакция на каждую жалобу Мы приняли специалиста По связи с общественностью Мы открыли Значит Доступный Главный врач И Телефоны Сразу Которые могут К нам Напрямую Обращаться Мы Всегда открыты Всегда Отреагируем На любое Замечание И на любое Предложение Нашим пациентам Хотелось бы Чтобы они Все-таки К нам Отнеслись Более Близкой Да И причем Эта работа Ведется Круглосуточно Потому что Страховая компания Любая Она должна иметь Контакт-центр Круглосуточный И вот К примеру У нас работает Программа Здесь и сейчас И есть такие Звонки То есть Которые Поступают пациенты На скорой К примеру И у них возникает Какая-то там Проблема Они звонят В контакт-центр Жалобы То есть У нас Специалисты Из контакт-центра Связываются С лечебным учреждением И решают Этот вопрос То есть Это круглосуточно Вот эта работа Ведется Светлана Сергеевна Вы можете Сейчас напомнить Номер Горячей линии Или Да, конечно 8800 500 0303 Круглосуточно Совершенно бесплатно Контакт-центр Работает Для застрафованных Ну вот смотрите Светлана Сергеевна Все-таки Несмотря на такое Тесное взаимодействие И совместную работу Тем не менее Продолжают Поступать сообщения Жалобы Ваш контакт-центр От жителей Нижнекамска От пациентов Как правило Какие это жалобы И всегда ли они обоснованные Жалобы Бывают Конечно И необоснованные Это не исключено В основном Контакт-центр Поступает В консультативном Характере Вопросы Об организации Работы Лечебное учреждение О сроках ожиданий О правах И конечно Мы не забываем Им напоминать О их обязанности Как пациентов Я бы хотел Обратиться к населению С просьбой Чтобы Записывались По электронной записи Конкретно По необходимости А то у нас бывает Один и тот же Очень продвинутый Молодой парень Записывает И себя И маму И еще Кучу родственников Занимая тем самым Очереди К врачам Потом Эти больные Не приходят Больные Или мнимые больные Они не приходят На прием Врач естественно Их ждет А тот Который хотел бы Записаться В это время Записаться Не может На прием Это очень большая Серьезная проблема Сегодня В электронной Программе ЕГИС Разрабатывается Вопрос Чтобы если Подряд Этот человек Записывается И не приходит Ему Будет ограничен Доступ уже К этой программе Поэтому я очень хотел бы Вас попросить Если вы Не собираетесь Эти Если вы Раздумали Если у вас Не получается Надо отзваниваться И снимать Именно то время На которое вы записали Чтобы другой человек Имел возможность Записаться Который нуждается В этом Это очень серьезная проблема Прошу вас В обратить внимание И сказать своим родственникам Близким Что бы это не делалось К вам на горячую линию Также поступают Обращения От пациентов Как правило Какие это обращения На что жалуются И как вы Решаете эти вопросы Больше всего жалоб Бывает Что они Все таки Не находят Общий язык Там Какие-то видимо Раздраженно Переговорят Друг с другом И Ну что вы Скажем Не внимательно Относятся К больному Не слушают Жалобы Мы естественно С этим разбираемся Мы с этим работаем Каждый день Каждый случай Каждая жалоба Рассматривается На сегодняшний день Мы стоим В пилотной программе Тружелевная поликлиника Значит И Проводится программа Обучения людей Составлены речевые модули Занимаемся С психологами Естественно В каждой семье Есть вот допустим Дети Один такой прослушный Быстро Делал то что сказал Другого надо Повоспитать Несколько раз Там Ему надо Не знаю что Доктора плохие Или что-то Или там сестры Или кто Мы их учим Мы занимаемся Очень серьезно Этим вопросом Тем более Когда не хватает Количества врачей Мало Их не хватает Тогда получаются Вот такие проблемы Но мы их походу решаем Мы по всей стране ездим Мы сегодня набираем Специалистов Выделяются квартиры Созданы условия Для врачей И я думаю Этот вопрос Мы будем потихоньку снимать Ну все таки Хотелось бы вернуться К главной теме Нашего сегодняшнего диалога Это прикрепление населения К поликлиникам города Хочется еще раз Обговорить Для чего это делается И кому это нужно Светлана Сергеевна Может быть Есть вам что сказать В этом поводу Конечно Вот для застрахованных Чтобы обеспечить Ему полную защиту Его законных прав При получении Медицинской помощи Застрахованный Должен пройти Ряд мероприятий Первое Получить медицинский полис Второе Прикрепиться Третье Уже получать Медицинскую помощь Если пациент Не прикрепляется К лечебному учреждению То конечно Уменьшается Бюджет Финансирования Лечебного учреждения И отсюда Вытекают Все последствия То есть Это и объемы Медицинской помощи Это качество Медицинской помощи То есть Такой некий Замкнутый круг То есть Добросовестные пациенты Будут страдать Из-за тех Кто не прикрепился Абсолютно правильно Ну По факту Можно сказать И так да То есть Да Ну Абсолютно правильно Сказали Действительно Значит На Тут же население Которое Не прикрепляется Не планируется Значит Объемы Не планируется Финансирование Естественно Значит Если на 200 тысяч человек Меньше Прикреплено В районе Эти деньги Не поступят А Те Которые поступили На все население Будут распределяться Значит Уменьшается Наше средство На медикаменты На зарплату На приобретение Чего-нибудь Только на ровном месте Здравоохранитель района Теряет Из-за того Что Наши граждане Не прикрепляются За каким-нибудь Учреждением Медицинским Хотелось бы озвучить Что прикрепление Происходит по месту жительства Не по прописке А по месту жительства Фактическому То есть даже если Где бы я ни была прописана Если я живу сегодня В Нижнекамске Я могу прикрепиться В лечебное учреждение Города Нижнекамска Ну а еще раз Хотелось бы сказать Огромное спасибо За участие Светлане Сергеевне Дорофееву Руководителю Акбар Смет Страховой компанией Нижнекамск И главному врачу Нижнекамской Центральной районной Многопрофильной больницы Хабабуле Богомаевичу Ахмедову Огромное спасибо Ну а я напоминаю Что сегодня мы говорили О взаимодействии Страховой медицины И лечебных учреждениях Города Спасибо, что были с нами Оставайтесь на канале НТР И всего вам доброго Редактор субтитров А.Семкин